Друзья, всем приветики из города Владивостока! Всем привет, друзья! Так что начнем с самого начала. Вчера я вам не записывал, я был вот здесь как раз на снеговой паде ходил в поликлинику номер 9. Она у нас здесь справа. Друзья, с глазом ходил. Вон она у нас сейчас. Вон она. Я ходил туда, друзья, вчера. Небольшая проблема. В общем, мне все промыли, почистили, антибиотики выписали, выписали мази и т.д. и т.п. В общем, сказали ничего страшного, попала какая-то грязь. Так что профилактику я провел. Глаз видит, зрение не падает. Слава Богу, все нормально. Ребят, на моем канале самое главное – это здоровье всем. Вам и вашим близким. Так что, всем спасибо, что не забыли. Ребят, ну знаете, здоровье важнее. Я, в общем, вчера попытался, я, конечно, попытался что-то там записать. Ну, просто вот это вот ни о чем не стал записывать, так что не обессудьте, не обессудьте. Потому что еще глаз плохо видит, пока помазал, пока мне там помыли, побрызгали ребятам через раз. И сами понимаете, все вы взрослые люди. Так что, вот как-то так. Ну все, выскочили на работу. Работа, непочатый край. Как всегда, мы едем на седанку. Мы что? Мы, конечно, туда опаздываем. Все, как всегда, друзья. Ничего не меняется. Стабильность – это самое хорошее, что в жизни – это стабильность, друзья. Если мы опаздываем на седанку, значит, мы туда опаздываем. Значит, все будет нормально, все будет окей. Заявок сегодня, да, предостаточно много. Ничего, постараемся сегодня выполнить все. Едем через снеговую пать, как всегда. Стройки продолжаются. Все вышли на работу, друзья. Все-все-все. Так что, но масочный режим никто не отменял. Конечно, в торговых центрах, в аптеках, в магазинах. Конечно, заставляют масочки одевать. Ну, мы в субботу, друзья, с супругой тоже очень-очень много помотались. Где-то до самого вечера сын дал машину. Мы начали делать, как говорится, домашние дела. И до самого-до самого вечера приехали ребята. Ноги протянули оба. Были уставшие вообще просто. Мне даже снимать некогда было. Заезжали в торговые центры всякие. Людей, конечно, очень много. Но все в масках. Так, что тут такое? Копают. Тоже надо. Если копают, значит надо. Оп-оп. Сегодня будем ехать, будем смотреть, друзья. Вроде смотрю, начали немножко латать дороги. Потихонечку. Это, конечно, хорошо. У нас уже четвертые сутки, ребята. Идут дожди. Погода мрачная. Градусов около десяти. Ветер, море. Сегодня тоже обещают дождь. Так что у нас никакого курорта. Если все уже ходят в шортах, у нас еще в куртках. Я даже, ребят, в куртке. Вот такие дела. Едем на Седанку, друзья. Едем на Седанку, как всегда. Едем, смотрим. В прошедшем видео, короче, друзья. Ну, вы меня порадовали тоже своими комментариями. Блин, я вам от души благодарен, друзья. От души благодарен. Буду отвечать на ваши комменты кое-какие. Тут с Донбасса прилетел нам приветик. Написала Евгения Гидичева, если я правильно выговариваю. Попросила передать привет Севастополь Саше и Кириллу. Так что Саше и Кириллу передаю привет большой из Донбасса. От Евгении и от Игоря Николаевича. Привет, привет. Огроменный привет с Владивостока. Да, страна у нас большая. Донбасс, блин, друзья, держитесь там, держитесь, держитесь. Я думаю, что должно как-то все образумиться, должно встать на свои места. Уже, как говорится, сейчас немного остепенились, конечно, но я знаю, что вам там тяжело, блин, друзья. Самое главное, конечно, это здоровье. Вам, вашим близким. Спасибо, что смотрите, тем более всей семьей. Благодарю от души, благодарю от души. У меня многие, кто смотрит вместе с семьей, блин, я даже иногда удивляюсь, удивляюсь. Спасибо большое. Так, ну мы по объездной, как всегда, едем туда на седаночку. Сейчас съездим ее, бам-бам-бам сделаем. И все будет нормально. И все будет окей, друзья. Так что, все нормально, друзья. Так, посмотрим, что у нас сегодня на седанке. Что у нас сегодня на седаночке. Так, на седанке, на седанке. Мы, как всегда, здесь опаздываем, блин. Если бы нас здесь долго не задержали, а то, как всегда. А мы едем, едем, смотрим. Братья, открывайте, открывайте ворота. Игорь Николаевич приехал. Опа! Я смотрю, там не слишком много. Но есть. У меня, как всегда, здесь две коробочки. Два поглотителя запаха, и все тут ерундано. Бам, и все. И поехали дальше, как всегда. Опа! Ну, есть. Чуть-чуть люди есть. Немножко люди есть. Опа! Здесь дорожку, ребят, закатывает у нас на чайке. Опа! Обалдеть! Да, друзья, попали мы здесь. Не на шутку, короче. На седанке. Представляете, постоял три с половиной часа. Нас так и не приняли вообще. Работает один приемщик. С чем это связано, не знаю. Разговаривал с одним диспетчером. Она говорит, ничем помочь не могу. У нас один приемщик работает. В общем, вот такая беда. Не знаю, то ли работники не вышли на работу, то ли сокращение какое-то. В общем, даже людей принимают, которые со вчерашнего дня не сдались. Стоял, стоял, стоял. Ну, сколько уже можно стоять? Созвонился с руководством. Говорю, все, надо уезжать, говорю, отсюда. Потому что мы вообще ничего не сделаем. Время, ребят, уже четыре часа, представляете. А я ничего почти что не сделал. Ну, кроме мелких там заявочек небольших. Блин, ну, бывает, бывает. Такие дни бывают. Так что летим, ребят, волосики назад. Вообще просто, просто не знаю. До облысения надо все сделать. Ой-ой-ой-ой. Так что едем, ребят, смотрим. Все, друзья, загрузился, короче. Волосики назад. Включаем турбо на газели и летим. Ну, вот как включить турбо, когда спереди едет учебник? Ну, чайник едет, ё-банзин. Ну, ты не вовремя, брателло. Ай-яй-яй-яй-яй. У нас заявка там, короче, с часу до пяти человек ждет. Да. И должен оплатить там еще денежку. И мне срочно надо, срочно попасть к нему. Срочно. Потом на первую речку надо срочно тоже. Люди ждут. Ай-яй-яй. Да, сегодня не вода нас подвела, а подвела. А еще как подвела. Ай-яй-яй. Ну, давай, 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 пробокс. 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 Блять. Ну, ё-б твою... Ты... Мать твою за ногу. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Еще милиция стоит. Еще милиция стоит, ребят. Лишь бы не остановили. Нет, вроде нормалек. Вроде нормалек. Ой, пронесло. Хоть здесь пронесло. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, мы сейчас по обездной, друзья. И будет нормально. Так, зеленый? Зеленый горит. Отлично. Ну, все. Успел. Успел. Женщина дождалась меня. Обалдеть. Вон туда по лесенкам. На третий этаж. Отнес я. Нормалек. Уп-уп-уп. Уп-уп. У нас еще в запасе... У нас еще в запасе, грубо говоря, 1 час 42 минуты. Надо сделать... Раз, два, три, четыре, пять. Пять заявок надо сделать. Успеть. Постараемся. Постараемся. У меня на первой речке очень большая заявка. Но ничего страшного. Вообще, тут Калинина разбили дорогу. Вообще, просто жвак, друзья. Ее здесь тоже нету. Но что-то начинают делать. Что-то начинают делать. Не, друзья. На спортивной Китай. Китайский рынок закрытый. Смотрю, там подзакрыто что-то. Может, внутри они открылись. Но что-то смотрю, подзакрыто, подзакрыто. Может быть, еще им там сильно не разрешили. Ну-ка, посмотрим. Ну да. Рынок там пустой, друзья. Пустой, пустой. Опа. Так. Мне сейчас надо направо. По Фадеево, друзья. Потом на Воропаево повернуть. Кто был в городе, тот знает. Город Владивостоке. Опа. Что тут совсем плохо-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Да вы что тут, друзья? Вы что тут? Что тут творите? Тут поставили все-таки светофорчик. Слава тебе, Господи. Да, рынок не работает, походу, я смотрю. Ну, так ходят люди. Там, наверное, строительные. Там еще есть парикмахерские. Там все есть у них. У них и кафушки там. Наверное, кто-то все равно работает. Опа. Так. Мы здесь по Фадеево, друзья. Параллельно нам Воропаево. Вот мне туда надо. Сейчас там под мостик нырнем. Этот мост на Воропаево. Каждый хороший дождь его затапливает. Постоянно. Постоянно. Постоянные проблемы с ним. У-у-у-у. У-у-у. У-у-у-у-у. Тихонечко, Игорь Николаевич. Вон туда нам налево надо будет Отгрузиться и на первую речку Быстренько летим Быстренько, быстренько, быстренько Там тоже надо до 6 На второй речке у нас сам берет Тоже надо до 6 Еще человек тем более просил Опять посмотреть там ему в автовокзале Надо и туда успеть Везде надо успеть Волосики назад, едем, смотрим О, посылковый повернул, ребята, на яблочную Яблочная А тут бордюрчики старые Оп, молодцы Красавчики Опа Только почему-то делают в том месте Где еще можно ездить Нужно-то делать, где уже невозможно ездить Ай-яй-яй-яй-яй Так, мне там пишут все Один пишет Расскажи нам, о чем у тебя канал Второй пишет О чем это ты вообще, говорит Что видишь, что поешь Я человеку написал, ну да Мне не нравится Пой сам Ну а что Что я человеку Что я человеку напишу Ну если не нравится Пой сам Это контент для людей Которые Жили в Владивостоке Будут жить в Владивостоке Живущие в Владивостоке Которым нравится море Природа Ну и я, конечно А так, да Че вижу, то пою Рассказываю людям О жизни Что стесняться своей жизни Зачем Какая есть, то и показываем Все нормально Все нормально Опа Волосики назад Турбо-час включим И все Там у нас 20 коробочек надо отгрузить Чтоб было все окей Так, турбо включили уже На третьей рабочей Так, как мне лучше поехать Через Красного Знамени Или через Народный проспект Красного Знамени Народный проспект Игорь, думай быстрее Игорь, думай Думай, Игорь Думай Все Придумал Я поеду лучше так По-народному Так, наверное, будет быстрее Так Че на Народном Ребята, двигаемся Двигаемся Николаевичу некогда Некогда Ребят, объяснять некогда Оп-оп-оп-оп Ну, я уже говорил Еще раз повторюсь, ребят Всем спасибо большое За комментарии За просмотры За подписки Всех благодарю от души, друзья Оп А мы, как всегда Выполняем работу Показываем вам город Да, погода Нас, конечно Немножко подвела Последние деньки Ну, думаю Ненадолго Такой нет мороси Что постоянно Шла-шла-шла Ночью Ночью в основном идет Сегодня тоже смотрю Вот Может под вечер Или ночью пойдет Так вроде еще Более-менее Терпимо-терпимо По поводу машин Мне говорили Если бы не такие Варварские Пошлины То бы, конечно Харьки стоили Да, любая машина Мы как-то разговаривали С вами Общались Что да Если бы не эти все налоги На автомобиле Конечно бы Стоило На порядок На порядок Меньше На порядок Ну, ничего не поделать Все, отгрузился, ребят Опа Тут, короче, вспомнил Подошел к этому аппарату Оплата парковки Мы с женой подошли Короче, к аппарату В Калиномол Ну и это И я стою Не там, где надо Это не было написано Купюра и карта Я вместо Купюры Сую туда карту Молодой человек Такой Сзади Мужчина Вот сюда, пожалуйста А денежку сюда Я говорю Ой, большое спасибо вам А он нам следующее Говорит Мы оплатили Он говорит Вам хорошего Хорошего дня Блин, вообще Человек Знаете, как Сказал так С таким еще Сказал так Что Как говорится Как будто мы Тысячу лет Этого человека Знаем Знаете Вообще Так приятно Было Вообще Услышать Вам Вам Говорит Хорошего дня Вообще Вот Сдача вам Всего Счастливенького вам Хорошего дня Было Очень 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 Приятно Друзья Вообще Мы с супругой Удивились Что еще есть Еще есть На свете О, ребят Привет, привет Ну я Мазочку Так Накину Потому что Мало ли Штрафов Никаких Не было И это Очень было Приятно Приятно Услышать Такие слова От незнакомого Человека Особенно Тут Как говорится Вдруг тебе Не всегда Скажет А тут Вообще Просто Мы аж Поразились Нарвались Как говорится На такого Хорошего Культурного Человека Опа Опа Ребят Ну вот Тоже Человек Постоял Подождал Пока я Проеду На Субару На Субару Фу Раста Субариков У нас Много Кто-то Мне говорил Говорит Игорь Я Ребят Будет Возможность Конечно Я заскочу Короче На 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 Рыночек На Зеленый Угол Или Что-нибудь Где-нибудь Я вам Обязательно Покажу Это С моих Тоже Интересах Не Только Я Конечно Для Вас Стараюсь А Вы Для Меня Все Нормально Не Всегда Удается Видите Как Вот Получилось В Субботу Сильно Отработал Воскресенье Надо Ребят Было Там Отдохнуть Немного Тоже Домашние Дела В Понедельник Глаз На Меня Тоже Сходил А Так Я С удовольствием Ходил Каждый День Не Вопрос Для Вас Вообще Не Проблема Не Проблема Ребят Так Нам Окно Открыть Опа Ставить Карту Опа Че-то Я Далеко Встал Велосипед Парковочка В общем Нам С супругой Было Очень Приятно Услышать Такие Слова Конечно Ребят Сейчас Наше Время Чтобы Услышать Такое Вот Просто Иногда С Да Надо Быть Подобрее Конечно Подобрее Не то Что Даже Подобрее А Повежливее Повежливее Добрее Понятно Не ко всему Не Каждому Человеку Как говорится Это Можно Отнести Подобрее А вот То Что Повежливее Конечно Чтобы Люди Сильно Не Нервничали А я Знаете Как-то Аппарат Еще Там Знаете Стоят Новые Аппараты Я Как бы Вижу Эту Щелку Ну И туда Сую Она у меня Обратная Я ее туда Он обратно Он мне По плечу Постучал Мужчина Вот сюда Карту Сюда Денежку Я раз засунул Я говорю Большое вам Спасибо Вам Счастливого дня Еще с таким Знаете Сказал Выражением Как будто Мы знакомы С человеком Сто лет Как говорится Вообще Было так Приятно Что-то Я разговорился Опять Как не Мамка Говорит Что-то Ты опять Разговорился Блогер Было Очень приятно Приятно Давай Хонда Фит Хонда Фит Хонда Фит Опа Давай 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 Вот Субарик Стоит Особенно Мелких Субариков Очень Много Так Друзья Мне Надо На вторую Речку Быстенько Прилететь Осталось Час Десять Я думаю Успеем Если не будут Сильные Пробки Сайра Стоит Смотрите Сайра Вообще Просто Пушка Пушка Огонь 90-х Годов Опа Все Мы отгрузились Ребят Пять минут Короче Все Ну вот У нас Человек У меня Просил Автовокзальчик Показать Ну вот Покажи Говорит Что там Где там Сейчас Около Таксистов Проеду Нет У нас Да Друзья У нас Отменили Многие Маршруты Видите Собаки Лежат У нас И все И такие Автобусики Небольшие Все С этим Коронавирусом Кто-то и попал Да Из автобусника Из грузоперевозки Немного Тоже Видите Все пусто И людей Нету Никого Вот Один человек Сидит Ну мало Либо Где-нибудь Тут Недалеко Может В Артем Еще Куда-нибудь Видите И таксистов Ребят Ну вот Автобусник Стоит Автобусник Он здесь Набирает Один Стоит Ну вот Таксисты Тут Вот Отель Там Мало Никого Нету Можно Сказать Ребят Вот Таксисты Стоят Они Здесь Созывают Кто Куда Едет Маловато 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 Конечно Всем Надо Заработать А Если Пассажиров Нету Как Заработаешь Ну да Ребят Китайцев Не Открыли Видите Здесь Все Закрыто У нас Автовокзале Все Закрыто Значит Им Еще Не Разрешили Ну да До 31 марта Вроде как Продлен у нас Карантин Масочный режим Но китайцы Видите как Запретили Запретили Ну хотя Я ходил в парикмахерскую Друзья Китайка там Была открыта Сейчас посмотрим Что у нас У нас Здесь На березке Строят Макдональдс Блин Такое Неудачное Место Друзья Я вам скажу Просто Неудачное Вообще Просто Конечно Туда будут Приходить Туда будут Приезжать Но тут И так Задница На второй Речке Негде Встать Видите Все Припарковано Они бы Парковались И здесь Если бы Не гоняли Но В таком месте Они делают И я Блин Ну просто Поражен Просто Поражен Ребят Вот он Рыбный рынок Друзья Где Я Еще Поза том Году Снимал Который Набрал У меня Видосик Очень Очень Много Просмотров На сегодняшний день 185 тысяч Набрал Просмотров Этот видосик Грубо говоря Ну двух лет Нету Ну полтора Года Ну так Вот здесь Рыбный рынок Ну кто-то говорит Дорогой Недорогой Да сейчас Везде дорого Сейчас Только можно Дешево Купить Это с рук Вот он Макдональд Сделает Друзья Вот видите Где Вообще В таком месте Там еще Внутри Самбери Не проехать Не пройти Вон Видите Строят Я не знаю Даже Как это Будет Все выглядеть Конечно Так Людям Конечно Захочется Кому-то Просто Попробовать Бургер Подъехать Купить Ну не знаю Ну хотя Сейчас Видите Как мы Приучил Приучил Нас Коронавирус Сейчас Можно Дистанционно Да По телефону Заказал Привезли И никаких Проблем Так что Кому-то Пошло Это на пользу Научились Научились Раньше Были Были Проблемы А сейчас Нет Сейчас Нет Опа Так Ну вот Как-то Так Друзья Вот Как-то Так Опа Что-то Ты меня Поджимаешь Давай 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 Ты налево Ты налево Я направо Так Здесь ГИБДД Стоит Ребят Я Сейчас Выключусь Все Проехали ГИБДД Опа БМВ Х3 Х5 Х6 Каких Только Нету Да Вот На БМВ Я не ездил Да Если что 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 На БМВ Наверное Тоже Приятно Проехать На БМВ Я так Думаю Тоже Неплохая Машина Но Только Дорого Как Всегда Ну Вот Как-то Так Ребят День Прошел Как-то Так С Вами Машина 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 Субтитры создавал DimaTorzok